Доброго всем! В ремонт поступила головка блока цилиндровый венок премиум 420. Клиент хотел ее просто разобрать, продефектовать. При необходимости поменять втулки, клапаны, порезать все, притереть и собрать. Клиент категорически не хотел делать опрессовку, однако мы настояли, что опрессовку нужно сделать. Кто занимается профессиональным ремонтом, тот знает, какие могут быть нюансы. И, конечно, опрессовка нам выдала проблему со стаканчиками. Сняли видео, показали клиенту, и он был очень удивлен. Он такого не ожидал. Купил 6 стаканчиков на замену. Вот такой новый красивый стаканчик. Итак, приступаем вначале к демонтажу старого. Есть куча разных стандартных съемников, но у нас эти головки редко попадаются, поэтому мы идем своим купюм. Нарезаем в носике стаканчика резьбу М11, стандартный шаг. При нарезке резьбы обязательно нужно дойти метчиком до самого конца носика стаканчика. Если мы резьбу не нарежем полностью, то есть вероятность того, что когда мы будем выбивать стаканчик, часть этого носика останется в головке. И тогда это будет проблемой, чтобы этот носик оттуда извлечь. Поэтому нужно полностью пройти резьбу, закрутить полностью до конца шпильку, и только тогда уже выбивать. Как видим, стаканчик вышел, и мы видим, что он вышел весь. И видим белую полосочку на каждом носике стаканчика. Это специальный паз в головке, в который при раскатке входит микс стаканчика. За счет него он приобретает уверенную посадку. Практически всегда в этой проточке остаются остатки меди стакана. Их нужно обязательно удалить. Как видим, они есть везде. Острым предметом вытаскиваем колечко, вытягиваем его наружу. Вот они все эти колечко. Теперь нужно обязательно вытянуть старое резиновое кольцо юбки. Видно, что колечко было круглой формы, стало прямоугольным, то есть приобрело форму паза. Теперь нужно зачистить место прилегания носика форсунки. Затем мы вставляем новые резиновые кольца. Вставляем их каждое в свое посадочное место. Вот так выглядит наше посадочное место. Теперь обязательно смажем и колечко, и стакан маслом. Наносим герметик в районе носика. Делаем это потому, что на дне в головке видны кое-какие раковины. Смазываем юбку стаканчиком маслом. И при помощи оправки ставим стакан на свое место. Где-то же резачки. Стаканчик носиком доходит до своего посадочного места. Теперь его нужно аккуратно простучать, чтобы стаканчик встал в свое рабочее положение. Вот так выглядит стакан, посаженный на свое место. Теперь мы приступаем к развальцовке. К сожалению, в этом случае у нас нет приспособления для развальцовки носика. Они, конечно, есть, но не для этого случая. У нас есть прокатки для носиков, которые выходят на поверхность головки. В данном случае мы сделали свои. Хотя многие нас и критикуют за это. И за многолетнюю практику они нас никогда не подводили. Прошиваем этими конусными прошивками. Каждая прошивка имеет конус. Несколько десятков. В плюсе от предыдущей. Итак, прошиваем все. Когда мы прошили всеми прошивками, обязательно проверяем свою работу. Вновь вставим на опрессовку и опрессовка показала, что все сделано верно. А на этом у нас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Постараемся ответить. И без аварийных вам поедем. Продолжение следует...